Арташат На месте нынешнего монастыря находилась дворцовая тюрьма, где, согласно летописи, Григорий Просветитель провел 13 лет в заточении, пока не обратил в веру всю страну. История освобождения Григория Просветителя связана с историей 37 христианок, подвергшихся гонению, которые бежали из Рима в Армению, спасаясь. Бежали в Армению, распространить христианство им здесь не удалось, они были убиты смертью мучениц, и после этого как раз-таки у армянского царя по официальной версии церкви было некое такое психическое помешательство из-за того, что в одну из них он был еще и влюблен, а пришлось ее убить, потому что она была христианкой. Из этого сложного состояния удается спасти царя Григорию. Григорию освободила из темницы царская сестра. Григорий крестил, излечил царя армянского теедата III, после чего он и принял христианство в 301 году. Ныне существующая базилика здесь была построена в 1662 году, вместо возведенной в 642 году часовни. Та была разрушена. Сегодня туристы имеют возможность спуститься в подземелье, находящееся на глубине около 6 метров, и своими глазами увидеть место заключения святого. Название «Хур-Вираб» в переводе с армянского означает «Вираб» — темница, яма, хор глубокий. Посетив «Хур-Вираб» на пути к другому знаковому месту Армении, загляните в одну из деревень. Каждый год с конца марта и до августа в деревнях гнездятся сотни пар аистов. На армянском Нагоре аисты встречаются в изобилии. Особое значение имеют водно-болотные угодья Араратской долины. Традиционно аист считается священной птицей в армянских легендах и мифологии. Даже сегодня Армению отчасти можно назвать резиденцией для значительной популяции гордых аистов. Преследования им их не подвергают, и часто аисты гнездятся рядом с людьми от телеграфных столбов до крыш. А местные скажут, гнездо аиста в вашем доме считается признаком удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова